50 лет назад на киностудии Арменфильм был снят Айрик, что в переводе отец культовый советский фильм в Армении, разобрали на цитаты, а музыка из него до сих пор популярна. На мероприятии в честь дня рождения фильма побывала Арпи Меликян. Айрик, а почему я сижу у тебя на плечах? У тебя на плечах тоже будут сидеть. Из чужой семьи? Нет, почему? Из твоей. Ашуту Никогосяну сегодня 58. Вседоволосый мужчине сложно узнать маленького Рубика, которого он сыграл в 7-летнем возрасте. Несмотря на это, актер помнит съемочные дни до мелочей. Сложнее всего было плакать на камеру, когда этого совсем не хотелось. Маленький актер был единственным, кого снимали с одного дубля. Второго просто не требовалось. Ведь между экранным отцом и сыном появилась настоящая семейная связь. Донор, жена Фрунзика Макарчана, моей матери сказала, что Фрунзика что-то так полюбила, что уговорит меня, чтобы сын родился. Они своей аурой делали так, что ты становился человеком вот этой команды, а не пацаном со двора. Даже спустя полвека картина смотрится на одном дыхании. Снимали ее в рассвет советской киноиндустрии. Справились быстро всего за 8 месяцев. Благодаря режиссеру фильма Генриху Маляну. На киностудии знали, если режиссер Малян, то качественный фильм будет готов в рекордные сроки. Я присутствовала на съемках практически всех фильмов, где режиссером был мой отец. Для меня это был волшебный мир. Любимые актеры, съемочная площадка и папа, который там был совершенно иным. На работе был он слишком сосредоточен. Тогда объясни. Фрунзик Макарчан, который сыграл главного героя, считался талисманом всех фильмов Генриха Маляна. Тандем был одним из фаворитов армянского кинематографа. Подготовка к съемкам занимала большую часть времени режиссера. Он часами разговаривал с актерами, пытаясь выявить идеальный образ каждого героя. Так, например, нашли прообраз главного героя. Им стал отец самого Фрунзика. Ведешь ты себя как-то не по-мужски. Мужчина должен уступать дорогу женщине. Всюду ее опекать. Нужно следить за тем, чтобы никто ее не обидел, не посмотрел на нее косо. Ты что, не знаешь? Те времена кончились. Теперь нужна дистанция, понимаешь? Это, на мой взгляд, фильм на все времена. Остро показывает. В основном, когда много есть вопросов, задает, касающихся семьи. Что мы, как мы, что мы делаем, что мы хотим. Вот вроде они живут в одной семье и друг к другу не общаются. У каждого своя жизнь. Они каждый разознанно, вот каждый делает что-то свое. А семья – это то место, когда может консолидировать, традиции воспринимать и продолжать передавать поколениям. И этим продолжать жить. Айрик так популярен в Армении, что в столице даже открыли ресторан с одноименным названием. На экране показывают любимые отрывки из фильма. Арпим Маликян, Арман Симониан, МИР24.